Сегодня в Барнауле обсудят вопросы донорства. Врачи из Белоруссии и со всей России поговорят о новых технологиях переливания и забора крови, а также о важности ее сдачи. 200 трансфузиологов съехались в Барнаул в честь 80-летия Алтайской службы крови. Накануне моя коллега Дарья Демиллер побывала там и выяснила, что нужно, чтобы стать донором. Даша, привет! Расскажи, могу ли я прийти и сдать кровь? Да, конечно. Чтобы сдать кровь, нужно быть совершеннолетним и иметь вес более 50 килограммов и быть более-менее здоровым. Подробнее прямо сейчас расскажу. Еще 10 лет назад на вопрос, какая кровь нужна больше всего, вам бы ответили, что первая группа, ведь известно, что она подходит всем, главное, чтобы совпадал резус-фактор. Но сейчас это больше не работает. Теперь крови относятся как к органу и не вся третья группа подойдет пациентам с третьей группой. На сегодняшний день не важно перелить литр, два, три. Важно перелить тех компонентов крови, которые жизненно необходимы. Поэтому мы сейчас заготавливаем не просто кровь, а мы заготавливаем точечно компоненты. Кому-то эритроциты, кому-то тромбоциты, кому-то плазму, кому-то там кривопрецепита. И вливают забранные компоненты тоже выборочно. Так меньше рисков для здоровья пациента. Всего за 80 лет существования центра крови здесь собрали около миллиона литров донорского материала. Вы только представьте. Весомый вклад в эту цифру сделали и сотрудники центра крови. Сейчас там работает 300 человек, половина коллектива – доноры. Треть – почетные. Нас познакомили с Евгением Дедковым. Он работает в тренажерном зале центра крови. Кстати, единственном спортивном зале в медучреждении во всей России. Сейчас он только в начале донорского пути. За стенами этой организации люди попадают в аварии, кому-то требуется перелив крови срочно. И идет вот эта помощь именно кровью. Так как я являюсь спортсменом, разумеется, здесь занятие спортом, здоровый образ жизни, питание своевременное. И мое наличие здоровья просто-напросто способствует сдаче крови тому, кому оно требуется. Стать донором убедили меня проще простого. Если по пунктам, то сначала приходим в регистратуру центра крови с 8 до 12. Если в их картотеке мы не значимся в черном списке, а там собраны данные пациентов спидцентра, венерологического и туберкулезного диспансеров, то нам дают анкету с вопросами о здоровье. Отвечаем честно. Следующий этап – кабинет врача. После с яблочным соком в руках идем сдавать кровь. Нужны все группы крови обязательно. Если на сегодня в Алтайском крае самая распространенная первая, вторая группа крови положительная, то все должны понимать, что и пациентов очень много с этой группой. Поэтому на сегодня мы принимаем всех всегда с удовольствием. За донорство, кстати, платят. 500 рублей за сдачу. Еще дают два отгула. Возможно, поэтому чаще всего донорами становятся студенты. Нам, людям, работающим 5 дней в неделю, сложно выбрать время для доброго дела. Но я все-таки попробую. К счастью, скоро отпуск. А ты, Ира? Думаю, теперь тоже надо выкроить какой-нибудь один денечек в плотном графике. Спасибо, Даша, за рассказ. Советую нашим телезрителям тоже присоединиться к сдаче крови. А мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok